Древняя и благодатная земля Узбекистана на протяжении многих веков находилась на перекрестке дорог Великого Шелкового Пути. Считается центром взаимодействия разных культур. Именно дружеские и добрососедские отношения живущих представителей разных народов, культур и религий стали мощным стимулом для цивилизационного развития. По инициативе президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиёева, 30 июля в нашей стране широко отмечается как День дружбы народов. По случаю даты глава государства направил праздничное поздравление многонациональному народу Узбекистана. Как подчеркнул президент, в мирной стране и цады цветут. Там, где есть мир, есть и развитие. Там, где царит согласие, благополучным будет и будущее народа. На данный момент в единой и дружной семье живут представители более 130 наций и народностей. Свободно осуществляют свою деятельность религиозной организацией 16 конфессий. Большую роль в дальнейшей гармонизации межнациональных отношений в стране играют 150 национальных культурных центров. Все они самоотверженно трудятся во всех сферах и отраслях, вносят достойный вклад в развитие и процветание Родины. Этот праздник занял достойное место в сердцах людей и становится доброй традицией в нашей жизни. В нашей стране есть много народностей, национальностей. И очень приятно, что эти все народы живут в мире в согласии, любви и уважении друг к другу. Это праздник, который был учрежден в нашей стране нашим президентом Республики Узбекистан, Шавхатом Миромоновичем Мирзиевым, он соответствует тому, что у нас есть на самом деле. Я хотел поблагодарить нашего президента Республики Узбекистан за этот праздник. Действительно, душба народу всех жителей Узбекистана. Есть настоящая дружба, настоящее добродушие, великодушие между людьми, которые живут в нашей стране. И дай Бог, чтобы этот дух братства, дух дружбы среди наших народов сохранился на многие-многие годы. Изначально фундаментальная политика нашего президента, еще предвыборная политика, состоялась из того, что это была толерантность. И на предвыборных своих встречах он сказал, я являюсь гарантом толерантности. Это, конечно, очень хорошо откликнулось для 130 наций и народностей, которые проживают в нашей великолепной, благодатной земле Узбекистана. Конечно, нас что объединяет в свете наций и народностей? Взаимоуважение, почитание своих обычай, культур и традиций. И, конечно же, наше взаимосотрудничество. Мне здесь хочется подчеркнуть, что я, наверное, с рождения родилась в толерантной семье, потому что мама кракал пачка, а папа кинемерский казах. Мы, наверное, с детства это все почитали, потому что у нас на нашей улице уже через дорогу нашими соседями являлись и татары, и узбеки, и таджики. И мы все росли как дружная большая семья. Узбекистан такой странный, что каждый день надо друг друга поздравить, потому что в Узбекистане каждый день здесь дружба есть. И все жители наслажаются этой дружбой каждый день. И не только жители Республики Узбекистана, и все гости, которые хотя бы даже один день будут в Республику Узбекистана, они сразу чувствуют, что в Узбекистане есть большая дружба, мир, любовь, толерантность, межрелигиозная толерантность Республики Узбекистана поставлена на очень высшем уровне. И это, я всегда скажу, просто так не получили. Придет из истории, над данным моментом сохраняется постоянная работа правительства, государства. И для этого я всегда сказал, что Республика Узбекистана может стать хорошим примером для всех в мире. Это праздник сам по себе не такой уж простой, потому что мы все в Узбекистане живем в мире согласий. И дай бог, чтобы продолжалось дальше еще. Республика Узбекистан – это наша родина, мы здесь живем, здесь наши дети родились, внуки родились. Когда вот вчера президент поздравил с Днем дружбы с нашего Башкирского культурного центра, с Алиска наша тоже получила орден дружбы, это что значит? Что нашему центру, нашему межнациональному отношению дается очень хорошее внимание. Знаете, это как бы воодушевление у человека, работать еще больше. Горляешна Узбекистан, мастахель дуслахили. Я шасен Узбекистан. Блайя, бригя, бригя. От лица грузинской диаспоры мы хотим поздравить всех жителей Узбекистана с Днем праздника Дружбы народов. Нам очень важно знать, что мы являемся частью этого праздника. И хотим пожелать мирного неба над головой, здоровья для нации и вечной дружбы. Хотим выразить благодарность руководству нашей страны за поддержки грузин в Узбекистане. В честь подтверждения нашего дружеского союза можно отметить недавний визит грузинской делегации и реставрации улицы Шота Руставели. С апреля центр вновь возобновил свою деятельность. Открылось обучение грузинскому языку, который продолжается по сей день. Наш президент издал указ и поздравил весь узбекский народ с праздником Дружбы. Это прекрасный праздник, который объединяет наш многонациональный народ Узбекистана. Мы со своей стороны прикладываем усилия к тому, чтобы эту дружбу и мир на нашей земле сохранить. И посеять семена добра в наших детях, передать наши традиции хорошие, добрые, которые к нам пришли от наших родителей. Поэтому с прекрасным праздником Дружбы народов Узбекистана. Я написал песню «Узбекистан» и вот хотел бы прочитать несколько строк из этого текста. Над землей моей небо ясное и влюбленный в лазурь небосвод. Добродушной улыбкой Хаджана Средин встретит у самаркандских ворот. Среди горных скал васильковый рай, а в пустыне цветет алый мак. Здесь земля отдает ароматам дынь, а я первый свой сделал шаг. Есть на свете много-много стран, но родным мне стал Узбекистан. Здесь мой дом и здесь мои друзья, а без них не мыслю я себя.